Впервые за всю историю фестиваля он открылся гастролями Большого театра, который прибыл в Нижний Новгород, составил лучших своих солистов. Театр не выступал в Нижнем Новгороде более 50 лет. Помимо традиционных спектаклей «Я и Медвегин», 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 «Пиковая дама», «Болит Бахчисаревский фонтан», в этом году еще будут представлены на сцене театра два интересных концерта. Это концерт, состоящий из музыки Моцарта и Сальери, дирижер Дмитрий Синьковский, и приезжает хор «Мюзика Этерна», который будет исполнять «Пушкинский венок» с Веридова, а также другую современную музыку. Очень такая вот домашняя, хорошая, теплая атмосфера была. Вот все информации, я думаю, что мы донесли. В этом году, конечно, был день осени, звенели по срокам. Обычно же где-то ноября идет холодно, а сейчас потеплее, так что по-настоящему осени мы можем встречаться с такими интересными гостями, хорошими репертуарами. Возможность увидеть на сцене ярчайших оперных и балетных артистов стала одной из ключевых характеристик и миссии фестиваля. Одной из них стала солистка Московского театра «Новая опера» имени Колобова Полина Шамаева. Она сыграет роль Ольги в спектакле «Евгений Онегин». 25 сентября я буду исполнять партию Ольги в опере «Евгений Онегин». И я уже исполняла эту партию неоднократно в различных спектаклях. Но вчера после встречи с режиссером мы решили привнести новые нотки в эту партию, новое видение образа. Всегда Ольга для всех, она такая беззаботная и шаловливая, судя по тексту Пушкина. И такая она простушка, немножко веселушка. Но я всегда хочу в этот образ привнести интеллектуальную составляющую. Первый фестиваль «Болдинская осень» прошел в 1986 году. А уже начиная со второго, с 1988 года, «Болдинская осень» проводится ежегодно. Это единственный праздник оперного и балетного искусства, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. По праву носит прекрасное символическое название и проводится на Нижегородской земле. Так как в родовом имении Пушкиных Александр Сергеевич приезжал три раза. В 1830, 1933 и в 1934 годах. Откуда и произошло поэтическое чудо, подарившее миру болдинскую осень. Мария Бурова, Василий Низов. Время новостей.